здравствуйте смотрите есть фрукты но кому-то нравится яблоко кому-то виноград у каждого человека свои мысли и поэтому хотя мы читаем одно тоже библию но по-разному трактует слово но самое важное чтобы знать библию например есть много направлений 50 ники и баптисты пресвитерианская церковь методистской церкви все они не правы или правы да у них есть у каждого правильные вещи но в то же время они отличаются чем же причина знаете постепенно к сердцу божьему который написал библию добавляли человеческие мысли ведь бог создал нас едиными люди начали делиться когда мы читаем библию я начал читать библию с 62 года до этого я тоже читал библию но тогда я читал немного но 62 года я начал активно читать библию до 62 года я всегда жил во грехе после гражданской войны корея была разрушена 30 процентов моих одноклассников это были сироту которых не было ни отца ни матери война была страшной любимый отец любимая мать покидали этот мир стали сиротами недавно ты был драгоценным сыном в семье а теперь ты стал сиротой о котором никто сейчас не заботится в каждом городе строили детские дома дети росли без родителей поэтому они были грубыми и жизнь сирот была страшной и их мысли отличались от наших мыслей каждый человек имеет свои особенные мысли хотя мы говорим одну часть библии но зависимость от человека его могут трактовать по-разному хотя я ходил в церковь 62 года детства так я скажем я только ходил в церковь но когда 62 году иисус христос вошел в мое сердце я получил прощение веков все вещи начали казаться мне другими в корее есть не только христианство есть буддизм есть многие разные религии и каждый из них говорит о разных вещах но есть некоторые общие вещи это то что мы должны прилагать усилия для того чтобы угодить богу но есть вещи которые бог говорит нам что должны сделать грешники чтобы получить прощение грехов а грешники ничего не должны делать чтобы получить прощение грехов мы думаем что нам нужно покаяться однако то что бог хочет нам дать и то что мы хотим получить от не отличаются я часто говорил об этом смотрите есть суббота в библии это когда ты с понедельника до пятницы работаешь а суббота это вот есть специальный день и бог говорил чтобы в этот день ничего не делали и сегодня есть церковь адвентисты шестого дня и они ничего не делают в субботу они в воскресенье так скажем в корее ничего не делают на самом деле по библии субботы это субботу а точнее суббота наступает когда пятница садится солнце и до того дня ты ничего не должен делать никакой груст ты не должен взять на себя и что же библия нам говорит ясно люди думают что если я буду исполнять субботу я смогу получить благословение но это говорят те которые не знают совсем библию а в библии многие вещи несут какой то смысл и что интересно в библии есть пара к каждому слову если мы что то не понимаем нам нужно найти пару к тому слову тогда будет сразу ясность когда я читал о том что надо приносить жертву за грех я не понимал почему нужно принести козу и возложить руку почему нужно возлагать руки когда рука полагает на пастора или на пресвиктора ну разве агнец становится пастором или пресвиктором почему нужно возлагать на голову его руки чтобы познать ясность что заключается в прощении грехи я читал раз в местах о прощении грехов и знаете что я там обнаружил есть многие вещи которые ясно показывают о упрощении грехов и говорится о вере в посланнике хрифисяна второй главе есть следующее слово и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим оживотворил в которых вы никогда жили по обычаю мира сего по воле князя господствующего в воздухе духа действующего ныне в сынах противления здесь написано не когда вы жили по обычаю мира сего следуя за обычаями мира здесь есть князь господствующий в мире символизирующий по обычаю мира сего по воле князя господствующего в воздухе и дух действующий ныне в сынах противления и этот дух ведет нас в такую сторону чтобы мы по другому понимали слово библии люди исполняют субботу и считают что они хорошо верят в бога но это потому что смотрят они только в одну часть библии например есть человек не только мужчины люди или так скажем женщины человек а они оба являются людьми б Open moho без мужчин не могут быть женщины и без женщины также не могут быть мужчины ониi женщина человек им мужчина человек но когда будет и мужчинoe женщина тогда придется совершенно человек если не будет мужчин то на планете не остается людей И наоборот, если не будет женщин, тогда людей не станет на планете. Мужчины и женщины, они соединяются и плодятся, между ними появляется любовь и живут вместе. Как мужчины и женщины должны создать пару? Также в Библии всегда каждому слову есть пара. В Библии написано «Вы взыщите в книге Божией». И там нет ничего, что упущено. И нет того, чтобы не было пары. Ибо Дух Божий говорил. Как бы вы глубоко не знали бы Библию, если же вы не знаете пару, то нельзя сказать, что вы знаете Слово. Позвольте, я еще скажу о Субботе. Господь Бог сказал «Помните Субботу и чтите». Шесть дней трудитесь. А седьмой день – День Господень, и вы ничего не должны делать. Ни раб, ни рабыня, ни пришелец. Суббота начинается, когда в пьяницу садится солнце. И тогда нужно оставить весь груз. Люди считают, что они хорошо исполняют Субботу. Но если мы знаем только часть Библии, мы не знаем. Знаете, Колоссянам в второй главе написано слово. Написано «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу». Здесь написано «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячий, или субботу». 17 стих написано это есть это это что это пища питье по суббота праздник новомесячие и написано это есть день будущего то есть не настоящие это есть день будущего а тело в чем когда у нас есть тело есть день а также эти вещи показывают что иисус христос придет на землю если мы не знаем колосся на 2 главы 16 17 стихи если мы не знаем эти стихи даже если мы будем хорошо знать о субботе можно сказать что мы не знаем о субботе потому что мы знаем только одну часть до мужчины женщины женятся создают семью появляются дети и живут в счастье и тень символизирует иисуса христа и написано что суббота есть тень будущего они тела день чего является суббота написано а тело во христе она является тенью иисуса христа что сказал иисус придите ко мне все утвержденные обремененные я успокою вас что говорит суббота то же самое труждающиеся и обремененные придите ко мне я успокою вас это солнце садится начинается суббота день субботни можно снять себя любой груз и никто тебе ничего не скажет иисус сказал придите ко мне все труждающиеся и обремененные я успокою вас где иисус даст нам покой от греха когда мы снимем груз греха бог даст нам истинный покой чтобы показать что когда иисус христос придет на землю он снимет с нас груз греха поэтому он дал субботу когда субботу садится солнце люди идут с большим грузом но когда наступает суббота не могут снять любой груз это показывает что когда иисус придет в будущем мы сможем снять все наши грехи и сможем отдохнуть вот что показывать нам суббота когда мы полностью имеем представление о субботе если мы знаем колоссиана 2 главу 16 17 стихи мы скажем а когда мы приходим к иисусу христу мы можем снять себя любой грех это суббота символизирует о иисусе христе то же самое касается и жертвоприношения лица грех через сметь агнца наши грехи омываются также когда иисус христос умрет на кресте отчистятся наши грехи вот что это символизирует если мы знаем только часть слова как я сказал библии ясно написано ибо сами устали его повелели и сам дух его соберет их я обнаружил что в каждом слову библии есть пара неудивительно когда ты находишь пару к слову когда приносит жертву за грех знаете что мне было интересно я не хотел просто так получить прощение грехов я с детства ходил церковь поэтому я просил чтобы бог просил мои грехи в книге левит 4 главе рассказывается о жертве за грех я понял что а жертва за грех показывает нам как очищаются наши грехи в 4 главе книги левит есть четыре способа приношения за грех 1 когда согрешили все сыны израильевой когда согрешил священник третий способ это когда согрешит и старейшина кто-то и 4 когда согрешит один из народов поскольку я не был народом я не был священником я не был старейшин поэтому я изучал приношение жертвы за одного из народа что написано двадцать седьмом стихе если же кто из народа земли согрешит по ошибке сделать что-нибудь против заповеди господних чего не надлежало делать и вновь он будет то когда узнан будет им грех после того как мы согрешили мы должны узнать что мы согрешили если мы не знаем что мы грешники мы не можем получить прощение грехов если узнан будет грех написано пусть приведет козу без порука можно прийти козу можно прийти агнца и она будет жертвой двадцать девятый стих и возложит руку свою на голову жертвой за грех я долго читал библию но не мог понять причину почему возлагает руку когда становится пастором возлагает руку когда становятся пресс-виктор возлагает руку но почему нужно возлагать друга на голову козла разве его назначать пастором или пресс-виктором для чего же это делается прошло некоторое время и книги левит шестнадцатой главе 21 стихи написано есть пара к четвертой главе и возложит арон обе руки свои на голову живого козла исповедает над ним все беззакония сына в израиле во всех преступлениях и все грехи возложит их на голову козла когда выбирают козой или агнца который должен умерить за наш грех агнцы должны быть без порока это агнец символизирует иисуса христа и нужно возложить руки на голову таким образом священник должен исповедать все грехи и этим показывать как грех передается на голову козла для того чтобы передать грехи всего человечества на иисуса евангелие от матфея 3 главе рассказывать как иисуса христа крестит ян креститель ян креститель крещением покаяния но иисуса ведь не было греха зачем мы тогда креститься крещением покаяния иисус говорит допусти так нам надо решить исполнить всякую правду это и способ очищения наших грехов ян крестить не крестил иисуса крещением покаяния но как возлагали руки 4 главе книги левит что передать грех то же самое возложили на иисуса руки что говорит нам слова евангелие 1 главе 29 стихе написано на другой день видит ян идущего к нему иисуса то есть за день до этого иисус был крещен яна и на другой день видит ян идущего к нему иисуса и что сказал я вот огнец божий который берет на себя грех мира слово само объясняет каждое слово когда возлагали руки на голого козла передавался грех для того чтобы взять на себя весь грех иисус был крещен я нам хрестителя и ян крестил крещением покаяния и когда иисус пришел к яну и тогда и он сказал зачем ты приходишь ко мне но иисус сказал теперь допускай ибо так надо же нам исполнить всякую правду агнец божий символизирует иисуса христа как агнец очищает все наши грехи своей смертью по этой причине ян креститель сказал вот агнец божий который берет на себя грех мира библия очень ясно показывает нам этот момент то же самое касается и субботы это не просто снимите груз себя но написано что закон есть тень будущего что написано к евреям 10 главе что закон есть тень будущего а не самый образ вещей то что агнец умирает таким образом показывает что иисус христос придет то же самое то что умирает агнец показывает образ того что иисус умрет за нас тот который может дать покой есть только один иисус христос поэтому сказал придите ко мне все утруждающиеся обременно я успокою вас в день субботы снимает с себя любой груз когда мы приходим к иисусу христу который является хозяином субботы мы можем получить прощение любого греха вот что она показывает люди которые этого не знают да библия говорится что это тень тень будущих благ а тело во христе иисусе знаете как я читаю библию я читал события до откровения много раз когда я читал библию я же должен всегда делить время однажды в нашей церкви я уже в возрасте поэтому мне дали брата который может везти машину и о чем же я тогда подумал я хотел посчитать сколько времени в среднем провожу время в машине в год посчитать очень просто есть в каждой машине показатель который показывает пробег машины а также мы знаем скорость среднюю с которым я езжу и тогда можно посчитать сколько я в год провожу времени в машине я часто использую автомагистраль по городу я редко езжу поэтому езжу с одного города на другой в среднем я езжу со скоростью 100 км в час но если учитывать так скажем состояние дорог тогда где-то 78 км в час а также иногда я езжу медленнее в городе и поэтому если будем считать что 75 км в час это средняя скорость тогда 700 часов в год я провожу в машине оказывается тогда 2 часа ежедневно я нахожусь в машине я должен о многом подумать чтобы сэкономить время из 24 часов если 2 часа я провожу в машине это достаточно много поэтому я подумал что нужно работать в машине я попросил чтобы мне дались служители которые будут ездить в машине со мной и работать и в то время пастор Пагинчу служил в Канаде я позвонил ему он мой племянник и я говорил с ним на ты я говорю Йонджу Йонджу приезжай будешь водить мою машину и заодно научишься духовной жизни я сказал чтобы он вернулся в Корею а пастор Пагинчу подумал вот я плохо служил поэтому я отнимаю служение пастора но я же так не думал я думал вместе служить я думал будет хорошо если он будет везти мою машину и будем вместе общаться пастор Пагинчу учился в вождении машины у моего двоюродного брата который живет в Японии а мой двоюродный брат он спортсмен по формуле 1 он ездил по всему миру на этих соревнованиях и он очень хорошо вводит машину пастор Пагинчу начал везти мою машину мы с ним общались обсуждали некоторые вопросы и я говорил по телефону я часто говорю по телефону в машине по телефону общаюсь даже читаю Библию готовлюсь к слову иногда беседую иногда мы проводим молитвенное собрание так я провожу время в машине сейчас с возрастом я начинаю плохо ориентироваться в дороге иногда бывает что я знаете как я вел так жизнь я всегда стараюсь экономить свое время когда мы каждому слову находим пару это удивительно суббота это не просто за кого только нужно отдыхать а это есть тень будущих благ а тело во Христе также агнец символизирует Иисуса Христа Иисус сказал придите ко мне ситорождающийся обремоненное я успокою вас когда мы предстаем к Господу мы можем взять с себя любой груз и иметь покой придите ко мне ситорождающиеся обремоненные и больные и грешники и женщины взятые при воде они все они смогли найти покой вот что символизирует это слово это есть истинное значение слова когда вы приходите к Иисусу вам нужно снять бремя греха но если вы приходите в церковь и остаетесь грешником значит что то неправильно в вашей духовной жизни если мы встречаем Иисуса Христа нужно снять с себя груз греха это норма почему Иисус умер на Христе не формально ведь он умер он вместо нашего греха Иисус умер и за своим Христом он дал нам освобождение это есть истинная духовная жизнь но человеческими представлениями многие люди у них появляются недоразумения они считают что хорошо верят в Библию но совсем не знают слова особенно Евангелие от Луки рассказывается о человеке который попался разбойником и там говорится написано Некоторый шел из Иерусалима в Ерехоне и встретился разбойником один священник шел той дорогой и прошел мимо и левит прошел мимо и третьим был самарянин который спасает в Библии говорится кто ближний тому попавшийся разбойником конечно самарянин и ты поступай так же так сказал Иисус но это невозможно извините мы не можем так поступить самарянин символизирует Иисуса Христа который спасает нас самарянин символизирует Иисуса который спасает нас он спасает человека который умирал попавшийся разбойником Библия говорит мы те которые попались разбойником понимаете а самарянин символизирует Иисуса Христа здесь рассказывается о спасении однако многие люди говорят написано же поступай так же люди хотят поступить как добрый самарянин но это невозможно мы не можем мы не можем поэтому Иисус умер на Христе разве мы можем очистить грех другого человека мы те которые попались разбойника человек который попался разбойником он получает спасение а самарянин это спаситель который спасает нас один тот который должен получить спасение а второй тот которого спасают нас спасает Иисус а не мы являемся спасителями когда мы когда мы люди не читают так Библию знаете что важно в этой истории что нам нужно сделать чтобы получить спасение исполнять закон быть верными надо прилагать усилия нужно молиться нам нужно что то делать давайте я вам задам вопрос что сделал человек который попал за разбойником Иисус говорит Некто шел из Иерусалима Иерихона и попался разбойником разбойники сняли с него одежду и оставили едва живым а здесь священник шел той дорогою и левит прошел мимо но самарянин но самарянин же некто увидев его жарился подойдя возливая масло и вино перевозил раны посадил его на своего осла привез в гостиницу позаботился о нем на другой день вынул два динария и сказал хозяину если что сдержишь когда я возвращусь я верну тебе здесь очень интересный момент есть человек который попался разбойником есть самарянин самарянин символизирует Иисуса Христа человек который попался разбойником символизирует нас Иисус сказал ты поступай так же что поступать нужно по закону но Иисус показывает что мы так не можем мы не можем кого-то спасти ведь мы сами не можем себя спасти мы не те самаряне которые должны спасать а мы попавшиеся разбойник которые должны спасти наши мысли совсем иначе принимают слово Библии Иисус сказал так же поступай этими словами Иисус хотел сказать что ты не можешь как мы можем умирить за грех другого человека как мы можем спасти иных людей мы люди которые должны поблагодарить Иисуса получить спасение самарянин символизирует Иисуса а человек который попался разбойником он получает спасение знаете что важно что сделал человек попавшийся разбойником чтобы получить спасение он ничего не сделал он шел из Иерусалима в Ерехон попался разбойником он умирал и ничего не сделал чтобы спасти себя некто шел самаряне проходя той дорогой увидев его жалился подойдя воздевая масло вину перевязал ему раной посадил на свое масло перевез в гостиницу и позаботился о нем на другой день одежаев вынул 2 динария дал содержатель гостиницы 10 дел совершил этот самарянин что сделал человек попавшийся разбойником ничего сегодня те которые не знают Библию на него они говорят что нужно нам делать то 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 и другое чтобы получить прощение грехов но если мы сделали что то чтобы получить прощение грехов так это мы доверяли спасение они получ φ cá тогда нам не нужен спаситель мы не можем сами спасти себя нам ничего не нужно делать Только один Иисус должен сделать все, что необходимо для спасения нашего. Сегодня ведут многие неправильную духовную жизнь. Многие говорят о своих трудах, усилиях. Но что бы мы ни сделали, мы не можем очистить наш грех. Только один Иисус Христос может очистить наш грех. Люди хотят что-то сделать, то, другое, чтобы получить спасение. Давайте посмотрим Библию. Ифтиан в 2 главе написано, «И вас, мертвых, по преступлению ваших... в которых вы никогда жили, по обычаю мира севу, по воле князя Господа, в случае воздуха и духа действующего не в целях противления». Третья стих. «И мы все жили некогда по нашим плотским богатям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе, чадами гнева, как и прочие». Четвертый стих. «Бог богат и милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». Пятый стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены». «Что такое благодать?» «Нам не нужно ничего платить». «Я не должен платить». «Нельзя добавлять наших усилий». «Когда я ничего не сделал и получаю даром, это есть благодать». «Вот чему нас учит Библия». «Что написано в 27 главе?» «А в 20 главе рассказывается, как Исаф дает благословение». «Люди задают вопрос». «Яков же обманывал, почему же он получил благословение?» «Говорят людям, непонятно». «Я им говорю». «Есть разве люди, которые бы не обманывали?» «Есть из-за обман, люди бы не получали бы спасения, тогда бы никто бы благословение не получил бы в этом мире». «Правильно?» «Люди говорят, что нельзя обманывать, нужно быть добрыми, чтобы получить благословение». «Но это не совсем правильно». «Благословение Божьем мы получаем даром, а не за какие-то наши поступки». «Сегодня многие люди имеют неправильный взгляд». «И они говорят, что мне нужно сделать то, другое, третье, четвертое, пятое». «Чтобы получить благословение, нам нужно что-то делать?» «Нет, это не так!» «Нам не нужно платить ничего, чтобы получить благословение Бога». «Иисус спас многих больных, но никогда от них не получал деньги, потому что тогда это не будет благодатью». «Чтобы очистить наш грех». «Наши усилия, наши труды не имеют никакого значения». Здесь написано «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвого преступления оживотворил, со Христом благодатью вы спасены». «Благодатью вы спасены». «Что такое благодать?» «Если хотя бы каплю мы заплатим, это уже не будет благодатью». «Люди говорят, нам надо сделать то, другое, третье, чтобы получить спасение». «Это неправильно». «Написано, благодатью вы спасены». «Спасение мы получаем, ничего не сделав, по благодати». «Если мы хоть что-то заплатим, тогда это не будет благодатью». «Но сегодня многие люди хотят что-то сделать, чтобы очистить наш грех». «Смерти Иисуса на крысе предостаточно». «И нам ничего не нужно добавлять к этому». «Люди говорят, надо исполнять субботу, надо принести жертву, надо что-то сделать. другое, но это неправильно». «Потому что спасение мы получаем по благодати». «Что говорится о 2 главе 8 стихе?» «И благодатью вы спасены через веру и сие не от вас». «То есть это не делами сделано». «Написано Божий дар». «Девятый стих, что говорит нам?» «Не от дел». «Если мы приложим хотя бы маленькие усилия, это уже дела». «А Бог говорит, не от дел». «Нам ничего не нужно сделать. Иисус совершил совершенное спасение для нас». «Но люди, которые не знают этого, они говорят, что надо что-то сделать, чтобы получить прощение грехов». «Надо верой принять, что наши грехи прощены». «Верой, а не делами». «Мы должны поверить, что благодатью мы спасены верою». «Если будут задействованы наши дела, это не благодать, а это дела». «И слово говорит, не от дел». «Дабы никто не хвалился». «Мы прочитали Евангелие от Иоанна 5 главу». «Иисус Христос пришел к упанию Вефезда». «И там сходил ангел и возмущал воду». «И первый, кто входил при возмущении воды, мог выздороветь от любой болезни». «Многие больные собрались у этой купальни, чтобы войти первым». «Но знаете, этот ангел не ангел Господень». «Нужно войти первым, правильно, раньше, чем другие». «Бог не дает благословений за наши дела». «Это падший ангел». «Во-вторых, Иисус пришел к упанию Вефезда». «Что сделали ангелы?» «Люди ведь должны были смотреть на Иисуса, но этот ангел сделал, чтобы все смотрели на купальню». «И поскольку они смотрели на купальню, хотя пришел Иисус, никто не посмотрел на Иисуса». «Тут был человек, который находился в болезни 38 лет». «Этот человек при возмущении воды не может даже подвинуться, поэтому он ничего не может сделать». «Может быть, были люди, которые отпустили ноги в купальне». «Люди старались спивать первыми воду». «Но пришел Иисус, знаете, злой сатана, сделал, чтобы взгляды людей были направлены не на Иисуса, а на купальню. И даже не знали, что пришел Иисус». «Войти первым, это есть дела». «Бог дает спасение нам по благодати». «Он не дает нам благословения по нашим делам». «По этой причине я говорю, что это ангел не Господень, а впадший ангел». «Иисус Христос и сделал человека, который болел 38 лет». «Но люди даже не смотрели на Иисуса». «Если бы они увидели, как этот больной стал здоровым». «Все бы пришли к Иисусу и сказали, «Иисус, исцели меня, и стали быть здоровыми». «Но сатана закрыл взгляды всех людей». «Сегодня многие люди читают Библию, но они обмануты сатаной». «Если не знают пару слов, исполняя субботу, они думают, что надо исполнять субботу закон». «Но это не так». «Исполняя закон мы не можем получить благословение». «Поскольку мы уже нарушили один раз закон, мы не можем совершенным образом исполнить закон». «Поэтому Иисус Христос даром, по благодати, мы не приложили никаких усилий». «Если я прилагаю усилия, если я тружусь, то разрушается благодать». «Мы получаем благодать, когда веруем в то, что кровь Иисуса Христа пролитой на кресте, мы получаем прощение грехов». «Если мы хоть что-то сделали, это уже будут дела». «Знаете, почему многие люди сегодня не могут получить прощение грехов?» «В Бытие 2.7 главе». «Иста приложил все усилия, охотился и приготовил дичь, но получил проклятие». «Яков же ничего не сделал, но по благодати получил спасение, благословение». «Люди с точки зрения религии, они считают, что надо сделать что-то, чтобы получить благословение Бога, но это не так. «Нам надо просто верой принять слово Господа Бога». «Иисус пришел к купанию Вефезда». «Он хотел исцелить многих больных». «Но, к сожалению, никто не смотрел на Иисуса». «Если бы люди просто посмотрели, как Иисус исцелил больного». «Ничего себе!» «Иисус, исцели меня, исцели меня хотя бы, пожалуйста, исцели меня, пожалуйста, помоги мне!» «Но, люди смотрели на купальню». «Поэтому они даже не заметили, что пришел Иисус». «Не знали, что больной выздоровел». «Видя, как он идет, сказали, сегодня же суббота, нельзя ходить, ты что?» «Через субботу мы ведь должны получить отдых». «Придя к Иисусу, мы должны снять в себя груз греха». «И приобрести покой». Вот что это символизирует. «Этот больной ничего не сделал». «Он поверил славам Иисуса». «Встань, возьми постель твою и ходи». «Да, сначала ему хотелось отказаться». «Но я же не могу ходить». «Я старался ходить, но у меня не получилось». «Но что сделал потом этот больной?» «Он подумал». «Ой, я не могу ходить». «Но он говорит, чтобы я ходил». «Разве у меня что-то получилось хорошо, когда я следовал за своими мыслями?» «Оставлю я свои мысли и послушаюсь его словам». «И когда он попробовал ходить, у него получилось». «Он смог ходить». «Но люди, поскольку смотрят на купание, никто даже не заметил этого». «Не заметил, что Иисус действует». «И сегодня многие люди хотят читать Библию». «Своими делами хотят получить благословение». «Они хотят исполнить субботу, исполнить закон». «Пожертвовать то, сделать другое». «Тогда это будут дела». «В Библии написано, что вы благодатью спасены через веру». «То, что человек, который болел 38 лет, мог ходить, это были не дела». «Он поверил словам Иисуса». «Он сдал, что не может ходить». «Но наставил свои мысли». «И когда поверил в слово Иисуса, он смог ходить». «Мы также должны верить в слово». «Если Кремле нам написано, что наши грехи омыты, надо верить, что наши грехи омыты. «Потому что все согрешили лишенной славы Божией». «Искуплением во Христе Иисусе». «Получая оправдание даром по обладателям Божьей искуплением во Христе Иисусе». «Мы должны верить в это слово». «Люди стараются не слушать слово и хотят добрыми делами получить спасение». «Они неправильно верят в Иисуса». «Евангелие Диана 5 главе». «Не тот, который может делать хорошо». «Те люди, они считали, что могут войти первыми». «И они следуют не за Иисусом, а за лжеангелом». «И сегодня многие люди следуют за ложной мыслью». «И они думают, если я буду верен и хорошо буду служить». «Если я буду трудиться». «Если я что-то буду делать». «Они считают, что смогут получить прощение грехов». «Но это не так». «Этот больной оставил все свои мысли». «И прямо поверил словам Иисуса». «Встань, возьми постель твою и уходи». «Эти слова не совсем подходили ему». «Но он принял и поверил». «И это стало его спасением». «Мы тоже должны просто верить в слово Иисуса». «Я грешник». «Но Бог сказал, что Он оправдал меня». «Если Бог сказал, что Он оправдал меня, надо верить в это». «Что у нас хорошего?» «Ой, я грешник». «Хотя Бог говорит, что мы оправданы. Это неправильно». «Нужно верить». «Бог сказал, что я оправдан». «Он говорит, не воспомяну». «Бог говорит, что я очистил твои грехи». «Если я остаюсь грешником, я противоположной стороне от Бога». «Такой человек должен получить проклятие». «Давайте будем верить так». «Хотя у меня много греха». «Но если Бог оправдал меня, значит я оправдан». «Аминь». «Хотя я много раз согрешил». «Но если Иисус говорит, что я свят, значит я свят». «Если Он говорит, не воспомяну, значит не воспомянет». «Он говорит, что очистил белье из снега». «Оставим наши мысли и будем верить в Слово Бога». «Во многих местах Писания Бог говорит, что Он очистил наши грехи». «Люди не верят в это Слово». «И многие люди следуют за своими мыслями». «Это не люди, которые верят в Иисуса». «Они обмануты сатаной». «Нам ничего не нужно сделать, чтобы получить прощение грехов». «Иисус уже все сделал для нашего спасения». «Он взял наш грех, умер и через три дня воскрес». «На кресте покончено с нашими грехами». «Нам не нужно просить, чтобы Он очистил наши грехи». «Надо верить в Слово, которое говорит, что на кресте Иисус очистил наши грехи». «В Библии написано, что наши грехи омыты». «Но люди не верят в это». «Мы должны оставить все наши мысли». «Если Бог сказал, что мы оправданы, мы должны верить, что мы оправданы». «Это есть вера в Иисуса». «Поому благодати Господа». «Даром получили оправдание». «Ты оправдан». Мы получили оправдание. Бог говорит, «Нет, ты оправдан». «Значит, я оправдан». «И всем вам Бог говорит, что вы оправданы». «И вы получили оправдание». Аминь. Скажите «Аминь». Аминь. Это есть вера в Иисуса. Неважно, что говорят мои мысли. Человек, который болел 38 лет, он не знал, что не может ходить. Но Иисус сказал ходить, поэтому попытался ходить. И он смог ходить. Он говорит, твои грехи омыты. Так сказал Иисус. Женщина прощается тебе грехи. Эти слова адресованы к нам. Расслабленному сказал, чья-то прощается тебе грехи. Эти слова обращены не только расслабленным, но и к нам. Оставим все наши мысли. И будем верить в Слово. И это есть истинная вера в Иисуса. Аминь. Имonomия. Когда 60 минут вы не понимаете. Аминь. Пог comunLesли. Скажем? Все правзи.